Небольшая презентовая палатка, раскладной стул и пожар в сердце – это все, что на сегодняшний день есть у активистов независимого гражданского объединения «Триколор». Желание принести пользу и, возможно, спасти жизни людей, оказавшихся под перекрестным огнем в Донецком регионе, заставляет их изо дня в день выходить на свою вахту и собирать гуманитарную помощь для гражданских и тех, кто вынужден был взять в руки оружие. На сегодняшний день, с 9 мая, мы отправили медикаментов из еды и снаряжения около 15 тонн, это около 4,5 миллионов рублей. Люди помогают очень охотно и главная проблема, вот допустим, в Рязани мы открыли палатку 6 июля, и основная проблема здесь – это распространение информации о том, что мы есть, потому что мы обеспечиваем для людей возможность помочь, то есть мы помогаем помогать. То есть мы доставщики, мы организаторы грузов, не более. Для обычных граждан у нас есть отчеты в соцсетях, о нас снимали федеральные каналы сюжеты о наших грузах. Грузы действительно доходят до городов Украины, до городов Юго-Востока. Нас благодарят главврачи больниц, оболченцы из штабов. Первый пункт сбора был открыт в Воронеже. 6 июля ребята добрались до Рязани. Потом планируют отправиться в Липецк. На сегодняшний день им очень не хватает рук. Вахта длится всего 4 часа. На желающих заниматься благотворительностью в Рязани мало. А помочь нашим землякам из Новороссии можно как консервами, так и лекарствами. В ход пойдет абсолютно все. На палатках мы собираем медикаменты. И медикаменты список большой, но в основном все сводится к трем вещам. Это обезболивающие в ампулах, антибиотики в ампулах и заменители крови. То есть это препараты, которые нужны для оказания первой медицинской помощи, когда люди страдают от огнестрельных ранений, от взрывов и так далее. Второе направление – это еда, провизия, то есть не портящиеся продукты. И третье направление – это мужская одежда, снаряжение, то есть пануфляж, трусы, носки, футболки. Как говорит Макей, препятствий на переправе через границу куда меньше, чем здесь, в Рязани. Недопонимание горожан крепче вооруженного кордона. И хотя пакеты и коробки с гуманитарной помощью сердобольные граждане приносят ежедневно, находятся товарищи, которые подозревают активистов во всех смертных грехах. Видимо, отголоски войны им чужды, да и вообще, как бы чего ни вышло.